Так, проблема черного окна на видео на ютубе началась во второй половине 13 февраля вчера. Ходят слухи, что якобы ютуб ограничивают глупости. Никому не верьте, это все слухи. Дело в том, что ютуб подключил хай-энд аппаратуру 12 числа февраля. То есть, там, звук пошел совершенно классный, был великолепнейший звук. Надеюсь, он сохранит этот звук ютуб при своих настройках этого ресивера, которого они поставили. Я полагаю, что, ну, решение я вам скажу чуть попозже, сейчас пока немножко общую информацию. Я полагаю, что ютуб настроит этот ресивер. Могу сказать, что вконтакте и в одноклассниках тоже стоят ресиверы. До этого же в ютубе не было ресивера, а стоял просто обычный компьютер. В связи с тем, что он поставил ресивер, некоторые кодеки просто не срабатывают. То есть, надо донастроить, как бы, я не технарь, как бы, но каким-то образом все-таки вконтакте донастроили, все в порядке, там, видео показывает, то есть, вконтакте, в одноклассниках, вимео, везде все в порядке. Проблемы у ютуба начались именно с ресивером, но нужно ее решить. Ни в коем случае я бы не советовал ютубу отказываться от ресивера, потому что звук великолепнейший. Звук, мало того, звук, картинка пошла более четкая, как бы, для меня, как аудиофила-гурмана, это все очень заметно. Теперь решение этой проблемы, какую я нашел, некоторое решение, я не скажу, что это альтернатива какая-то, но с трудностями, но решение. То есть, вы заходите, можете зайти вконтакте, соответственно, у вас там есть видео. Просто то видео, которое не открывается в ютубе, вы берете ссылку, эту копируете, и когда вы вставляете, добавляете видео вконтакте, там написано будет, как бы, с другого сайта. И вы вставляете эту ссылку с другого сайта, копируя с ютуба, и все. И смотрите вконтакте это видео просто-напросто. Таким образом, конечно, это сложная процедура, то есть нужно будет постоянно копировать, вставлять, там смотреть, потом так дальше все делать. Можно удалять то видео потом после просмотра, если вам оно не нужно, если нужно сохранять, и смотреть через вконтакте. То есть, вконтакте ссылки все, даже если вы в сообщениях отправите ссылку другу, ссылку ютубовскую, в самом контакте можно видео смотреть, которое черным экраном идет, если вы перейдете на этом, этим же видео на ютуб, а там будет черный экран. Но вконтакте спокойно вы можете смотреть. Вот вконтакте решили проблему с кодеками, я не знаю, с чем там связано, я говорю, я не технарь. Но проблема началась именно с ресивера. Но ресивер я бы с удовольствием оставил на ютубе, там было все четко. Умоляю, ютуб, не убирайте ресивер. Великолепнейший звук, я порадовался, начиная с 12 февраля 2017 года, я порадовался звуку на ютубе наконец-то. То был глухой звук, сначала они просто верха подняли, но еще аппаратуры не было, вроде глухоту убрали, а теперь поставили ресивер. Это видно, хаэндовский ресивер, супер. Надеюсь, они решат эту проблему. Удачи ютубу. Продолжение следует...